еще раз всем привет тема моего сегодняшнего выступления перед вами рынок вакансий глазами кандидата чат-бот и искусственный интеллект вместо собеседований расскажу для начала немного о себе и о своей карьере с 13 по 21 год я работала в эти компании fix сначала рекрутером затем ведущим менеджер персонал и параллельно я стала изучать карьерное консультирование в то время эта сфера только начала восприниматься более-менее всерьез в россии я прошла обучение и начала брать клиентов и тот момент глубоко погрузилась в мониторинг вакансий в поиск работы создавала создала и проводила курсы по поиску работы в казани и какой-то момент мониторе вакансий я нашла интересное предложение для себя решила в тот момент ушла уже ушла из фикса и решила попробовать себя в новой компании так и попала в мтс в инополисе два года я занималась с новыми интересными для себя задачами в качестве и чарби пи и немного выпала из контекста и сейчас я снова консультирую ушла из компании релацировалась и снова консультирую клиентов и это такой небольшой контекст который я вас погрузила да для того чтобы мы поняли как вот я нырнула и вынырнула и рынок оказался немного другим коротко скажу о чем мы поговорим ну собственно как вообще возникла тема какая цель моего сегодняшнего доклада что изменилось в процессе найма в процессе поиска работы за последние 2-3 года что сейчас мы можем сделать чтобы улучшить коммуникацию между компанией и соискателем и какая же все-таки есть польза и какие есть ограничения в применении искусственного интеллекта в сфере и чар ну цель простая я хочу показать обратную сторону найма так как видят эту сторону кандидаты соискатели они приходят ко мне говорят о своих проблемах говорят о своих наблюдениях в какой-то момент я поняла что среди них много общего и хочу сегодня рассказать об этом ну и вместе предлагаю подумать как эту коммуникацию все-таки можно улучшить за два-три года как я уже сказала процесс работы процесс поиска работы претерпел некоторые изменения изменился процесс отбора изменился рынок и соискателю работодателю лучше это учитывать как же все-таки изменился рынок в двадцать третьем году рынок вакансий стал глобальнее то есть если соискатель рассматривает удаленную работу то сегодня для него вакансий будет в разы больше чем это было там три года назад я могу показать сразу следующий слайд да чтобы мы посмотрели на цифры то есть вот вакансии без указания заработной платы тем не менее 280 человек уже откликнулись и рядом вакансия с вполне себе средней зарплаты на нее откликнулось 360 человек да то есть мы понимаем какой сейчас скажем так конкурс на одну позицию ну изменения эти я думаю всем понятно да сначала пандемия компании многие ушли в целом из офиса на позиции на которые раньше не рассматривали удаленщиков сейчас рассматривают очень охотно и соответственно вакансии много но в то же время появились и новые ограничения да то есть в какой-то вакансии есть приписка берем только сотрудников из рф другой вакансии будет примечание берем только не из рф но тут либо идеологические соображения либо техническая невозможность выплачивая зарплату на карту например что отмечают сами соискатели что первый звонок сегодня первый звонок рекрутера старый добрый он сменился на разные другие варианты взаимодействия да то есть прежде чем рекрутер позвонит или назначить интервью кандидату будет предложено пообщаться с чат-ботом заполнить анкету пройти тестирование заполнить какую-то форму google docs или notions решить кейс и по ощущениям кандидатов этих этапов иногда бывает очень очень много да соответственно вакансии много кандидатов много и много этапов и вот этот поиск работы он затягивается казалось бы много вакансий устраивайся скорее да но изо всех вот этих этапов происходит долгое ожидание ответа и люди могут искать работу вполне квалифицированная могут искать работу там неделями и месяцами есть такое наблюдение что появилась возможность входа в профессию с нуля это особенно радует молодых специалистов да если раньше на стажировку нужно было приходить обязательно в офис там получать опыт и так далее то сейчас есть вакансии которые на зарплату приходят сотрудниками работать сразу удаленно не имея какого-то опыта их не так много попасть на них ну естественно не так то просто нужно пройти там определенный отбор но в то же время они есть и как положительную тенденцию соискатели отмечают то что практически пропали из вопросов интервью или там из каких-то кейсов анкет такие неудобные вопросы как не пойдешь ли ты в декрет по не пойдешь ли ты на больничный если у тебя дети и планируешь еще и так далее да то есть таких вопросов по сравнению с некоторым временем назад сейчас практически нет в то же время вернулась такая антитенденция когда в одной вакансии прячется несколько вакансий то есть когда работодатель хочет одним человеком закрыть несколько позиций ну тут конечно есть тоже определенная ловушка да что ценящий себя классный кандидат вряд ли пойдет ему ему хочется заниматься своей работой они всем подряд окей процесс работы изменился но конечно же не все кандидаты оказались к этому готовы и технически и психологически это я вижу из консультации это в общем то и понятно да и в принципе это на стороне кандидата да то есть каждый развивается по-разному кто-то изучает вклинивается и становится первым кто-то кто-то приходит на консультацию и делает это немного может быть с помощью там и так далее но вторая второй пункт это уже больше волнует компании да когда часть классных кандидатов может просто отваливаться из-за всех вот этих новых фишек и собственно что здесь нужно учитывать для того чтобы эти кандидаты не отваливались и коммуникация происходила конечно разные методы отбора хороши для разных вакансий и как правило чем ниже позиция тем больше толп бывает каких-то тестов или заранее сформированных ответов потому что они показывают часто не какой-то опыт а просто заинтересованность мотивацию кандидата и не так хороши на позициях более опытных специалистов мы конечно самые-самые не будут вероятно хотеть проходить столько этапов да то есть мы знаем эти компаниях особенно разработчики и какие-то опытные ребята они могут прийти в компанию не то чтобы без собеседования там просто без резюме да то есть достаточно бывает одного разговора с тем лидом с руководителем и и человек в компании но приходят на консультации не только не столько и не только айтишники поэтому они как раз таки рассказывают про вот это длительные длительные этапы ну и если испытание нерелевантно вакансии или оно излишнее то в нем просто нет смысла да мы сейчас рассмотрим какие есть варианты их тестов и попробуем обсудить ну всегда ли они необходимы что же можно сделать чтобы коммуникацию улучшилась ну например судить воронку и снизить время отбора так как раз таки то о чем страдают сейчас кандидаты если компания ну скажем так я надеюсь задумается об этом да и сможет это откорректировать то вероятно время найма снизится что выгодно общем-то и компании тоже для этого естественно нужно четко формулировать вакансии то есть еще более точечно да подходить к вакансии с разных сторон отсеивать сразу неподходящих кандидатов на уровне формулировки вакансии может добавить какую-то гимификацию да там фишки для своих то есть уже в вакансии чтобы вот не из 500 человек выбирал рекрутера хотя бы там из 100 до из 50 кандидатов потому что сейчас цифры действительно такие скажем сейчас часто в вакансиях пишут такое требование там если ты дочитал до конца напиши начни сопроводительное письмо с такого-то слова ну это выглядит иногда несколько ну скажем так это не очень нравится кандидатам как как выглядит как какая-то дренировка дрессировка можно сделать это интереснее да например написать мы создаем игры мы любим играть напиши топ там пять своих игр компьютеры там или настольных да я не знаю таким образом вы отсеиваете сразу не близких кандидатов до тех кто вообще там ничего не знает и он сразу поймет что мне эту сферу не нужно но делать это не так навязчиво не так резко скажем так конечно классно автоматизировать все что можно автоматизировать уже сейчас есть исследование да что компании которые внедряют потихоньку искусственный интеллект или просто автоматизирует какие-то процессы это сокращает время работы рекрутера в день на два часа поэтому можно автоматизировать приглашение постановку встреч календарь да ну самое элементарное что приходит голову автоматизировать фидбэк потому что конечно в таком большом количестве кандидатов не каждому рекрутер может дать фидбэк а вот эта классная штука до которой можно поручить искусственному интеллекту но компании конечно же как раз таки по этой причине в том числе выбирают несколько этапов отбора для того чтобы вот эту воронку судить и когда человек доходит до рекрутера кандидатов доходит меньше да чем изначально было на рынке ну просто привожу пример вот без изменений одного из одной из вакансий где несколько пунктов того что нужно будет пройти целом классно что уже написано сколько пунктов и человек будет готов да но посчитайте примерно временные затраты кандидата если допустим он там рассматривает несколько вакансий сразу да вот одна вакансия чтобы получить оффер нужно пройти несколько этапов отклик на вакансию сопроводительным письмом в идеале если будет видео визитка затем организуем онлайн тестирование два с половиной часа второе сельсмен центр два часа и завершим собеседование с руководителями примем решение тоже да понимаем что не каждый вообще кандидат до этого дойдет и скажет а зачем она мне надо я могу найти работу там где этапов меньше тем не менее иногда конечно иногда это имеет смысл посмотрим несколько приведу несколько примеров да какие дают какие вот есть этапы до еще до рекрутера то есть кандидаты могут отправить к чат-боту могут отправить ссылку на анкету на какую-то форму где нужно заполнить данные ссылки на тесты это психологические тесты тесты на логику на математику на грамотность причем я с там своими глазами видела тесты где по 500 вопросов то есть но это действительно задание которые занимают иногда там два часа на решение востребованные сейчас работодателями стали видео визитки и видео ответы на вопросы какие-то кейсы приведу просто несколько примеров может быть кто-то не видел ну просто поголовно каждой вакансии попадается и либо один вариант либо несколько вот таких этапов да например дается форма заполнить анкету при том что конечно уже есть резюме есть открыт на работном сайте скажем но для сбора вот этих данных и скорее всего для упорядочивания потом автоматически предлагается заполнить вот такую штуку да где увидим что работодателю важно страна поживания страна проживания гражданин и так далее пример теста на логику и три блока по 22 8 10 вопросов пример кейса какого-то из опыта кандидата да тоже в принципе классное решение но порой эти кейсы включают себя ну я не знаю месяц работы специалиста да когда кандидат тоже может вполне закономерно подумать я не начал же еще работать да почему столько ну допустим здесь приведено там четыре вопроса и можно просто сразу глубоко копнуть знает ли что-то кандидат но иногда этих вопросов бывает в разы и в разы больше и не все кандидаты доходят до этого решения и считают это правомерным скажем так приведу такой простенький вариант чат-бота я сама с ним общалась но этот бот просто призван чтобы записать на собеседование да мы видим вопросы которые у меня заданы мы видим мои ответы классно замечательно все закончилось но проблема в том что за на этом все и закончилось то есть я могу сделать выводы что может быть ему не понравился мой номер телефона без плюс 7 там может быть еще что-то да но мы понимаем что кандидат на этом этапе когда ему ничего дальше не пришло не последовало он тоже может отвалиться да и нужно понимать кому кого мы отправляем вообще общаться с ботом сможет ли этот человек знаю вот в случае неудачи пойти найти рекрутера да пойти найти руководителя и проявить там сильную мотивацию к этой позиции так происходит не всегда ну и соответственно мы перешли к пользе ограничения применения искусственного интеллекта потому что видим да что ограничения есть уже на примере вот этого общения но начну с плюсов конечно это сокращение того самого времени на отбор скорость найма да когда автоматизировано то что можно когда часть каких-то простых операций выполняет искусственный интеллект но на данный момент простых да конечно мы ожидаем что в ближайшее время он будет анализировать все больше и больше точность и исключение субъективной оценки рекрутера который тоже конечно имеет место быть ну и например чат боты хороши в массовом подборе в оценке каких-то конкретных данных но более точном подборе могут быть не неподходящим вариантом ну и конечно плюсы опять же я повторюсь автоматизация рутины и упорядоченность данных да то есть приглашение встречи фидбэк все что можно мы можем отдать это искусственному интеллекту даже даже просто можно назвать это автоматизация да уже вы сократите время ну есть минусы то есть любое чат бот любую любое решение искусственного интеллекта необходимо настраивать это требует естественно времени подключенности в процесс да и искусственный интеллект всегда анализирует ранее заложенные данные соответственно если какая-то была допущена ошибка да которую процессе подбора персонала скажем рекрутер может заметить да он скажет что то у нас все отваливаются может быть мы снизим порог может быть мы изменим требования да случае если мы отдаем от искусственного интеллекта мы можем заметить после того как он там рассмотрел 400 человек да и мы понимаем что что-то все не то наверное нужно было что-то изменить ну и рекрутеры отмечают уже здесь непрозрачность оценки да то есть когда мы получаем результат мы не всегда понимаем почему этот результат собственно такой да почему выборку вошли те или иные кандидаты а другие не вошли ну то есть своеобразный черный ящик ну и конечно еще одна такая большая проблема это не готовность пользователей то есть не все не все люди готовы сотрудничать с тем что им непонятно я уже не говорю про какую-то техническую неграмотность да это нужно повышать этим работать но психологические ограничения пока что тоже есть я буду наверное заканчивать может быть мы с вами что-то пообсуждаем коротко давайте рассмотрим вот такой кейс я просто привела пример вакансии вы видите должность зарплату и буквально четыре строчки из требований не за можете пару минут подумать про себя да можно там включить чатик потом пообсуждать какие из этих требований мы можем проверить скажем так с помощью каких-то автоматизированных программ чата либо какого-то искусственного решения искусства интеллекта а какие все-таки отдадим рекрутеру и понимаем что это должен делать человек